На площади искусств в этот день развернулась многонациональная ярмарка со всеми своими атрибутами, песнями, танцами и угощениями. Поздравить сочинцев пришел и глава курорта Анатолий Пахомов. Сила как раз России в братстве, сила России в могуществе, сила в том, что мы такие. Мы можем многое сделать. Примером этому является город Сочи. На праздничном концерте гостей развлекали коллективы из разных уголков страны, СНГ и даже Греции. Все они исполняли свои народные песни и танцы. Единство всех народов, проживающих на территории большой страны, уделили особое внимание. Праздник для России очень важен. Важен тем, что мы должны быть все едины. Мир не прост, мир меняется. И чем сильна Россия? Сильна Россия людьми, которые проживают в ней. Хостинский музей совместно с казаками организовал на площади небольшую экспозицию. На ней были представлены старинное оружие и предметы быта народов Кавказа, Турции и казачества. Все желающие могли сфотографироваться, держа в руках бесценные экспонаты. Директор Хостинского музея истории не один год занимается этнографией и уверен, разные по культуре народы могут и обязаны жить в дружбе. Взаимоуважение, почитание, уважение культур, традиций каждого из нас. Независимость армянин, грузин, русский, ады, абхазец. Все мы вместе, братья, все члены одной семьи. После праздничного концерта глава Сочи прошелся по этническим павильонам. Там национальные диаспоры угощали всех желающих своей традиционной кухней и знакомились с предметами ремесел своих народов. Эти павильоны мог посетить каждый гость праздника. Все собрались вместе, все общаются, видно разные национальности. Кто-то находит свою диаспору, кому-то это очень интересно. Этнические павильоны принимали у себя гостей в течение всего дня и собрали множество людей. В целом же праздничные мероприятия, посвященные Дню России, прошли во всех районах Сочи. Игорь Кырпа, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.